Для Таджикистана год начался и продолжился усилением авторитарности во власти и массовых репрессий недовольных. Причем началось это уже 13 января. Адвоката Шухрата Кудратова суд приговорил к 9 годам лишения свободы, якобы за мошенничество и дачу взятки. Но все на самом деле понимали, это наказание независимому адвокату за защиту опального Зайда Саидова. Он, кстати, тоже получил срок 29 лет колонии с конфискацией имущества. И все из-за того, что заикнулся о создании собственной партии, которая должна была стать альтернативной прорахмоновской народно-демократической партией. Сразу же после этого кража из Москвы Максуда Ибрагимова таджикскими спецслужбами, которые вывозят лидера группы молодежь Таджикистана за возрождение в багажном отделении самолета. На родине он получает 17 лет тюрьмы, даже несмотря на то, что имел российский паспорт и отказался от таджикского гражданства. После того, как была устранена возможная угроза власти, провели выборы в парламент страны. Выборы прошли под знаком грандиознейшего скандала. Из восьми участвовавших партий в парламент попали представители пяти, и среди них не было ни одного члена партии Исламского Возрождения. Единственной массовой оппозиционной партии, которой аналитики пророчили минимум 5-7 мест. В итоге выборы были сфальсифицированы настолько, что ни один реальный оппозиционер в парламент не попал. У власти подход к партии Исламского Возрождения другой, к нам другой. Если они быстро в партии Исламского Возрождения находят различные изъяны, или сами строят в этих... И поэтому это на виду в отношении социал-демократической партии больше работает конфиденциально, как бы сказать, не непосредственно, а опосредованно. То есть организовывают, например, через различные, допустим, правоохранительные структуры, конфиденциальном порядке, через определенных людей, через родственников, через ограничения в административно-правовом порядке. Через несколько дней после выборов был убит выстрелом в упор в Стамбуле оппозиционер и лидер группы 24 Умар Али Куватов. Его семью и его самого сначала пытались отравить, а после политика расстреляли в упор. Главным подозреваемым стал выходец из Таджикистана Сулаймон Каюмов, суд над которым продолжается в Стамбуле. Кстати говоря, именно нашему телеканалу Умар Али Куватов успел дать последнее интервью своей жизни. В нем он говорил как раз о прошедших выборах. «Каждый, кто что-то сказал на улице, неважно, а это 8 миллионов населения Таджикистана, любой из этих людей может быть арестован, если даже где-то он там сказал что-то». Как ни странно, ни одного из группы 24 еще не арестовано. Все те люди, которые арестованы, это находятся люди из возрождения Таджикистана, люди, которые выступали от молодежи Таджикистана. В мае из Таджикистана приходит облетевшая мир новость, что командир спецназа Таджикистана полковник Гулмрут Халимов присоединился к исламскому государству. Приближенный к президенту Рахмону военный сначала пропал, а после выпустил видеообращение из Сирии. В нем он бросил тяжелое обвинение своему бывшему патрону, объясняя, почему ушел к фанатикам. К примеру, вы каждое утро выходя на работу, вы смотрите в зеркало и скажите, вы готовы умереть за это государство или нет? В июне партия исламского возрождения обращается к ММЛ Рахмону с требованием оградить от посягательств на права и жизни членов со стороны силовых органов. Это нарушение мирного договора 1997 года, который заключили, чтобы прекратить гражданскую войну. И после этой встречи Рахмонов не пошел на переговоры. Там были всякие предлоги, мол, у этих руки по локоть в крови, мы не будем разговаривать с такими-то. Оппозиция говорила, мы не будем разговаривать с Душанбе, потому что Душанбе пляшет под дудку Москвы. Мы будем разговаривать с Москвой. То есть была вот такая сложная ситуация. И я думаю, что будет закономерно сказать, что за стол переговоров таджиков посадила Россия. 4 сентября власти сообщают, что в стране предпринята попытка государственного переворота. Заместитель министра обороны генерал Абдухалим Назарзада, известный как бывший полевой командир объединенной таджикской оппозиции Хаджи Халим, якобы напал на войсковую часть Душанбе. Вывез арсенал оружия, попытался пойти на штурм столицы, но был отбит и, уходя в город Вахтад, расстрелял несколько сотрудников полиции. После этого генерал ушел в Рамидское ущелье. В течение почти двух недель шла спецоперация правительственных войск по физической ликвидации генерала и его сторонников. До сих пор неизвестно, сколько человек было арестовано. Речь идет более чем о сотне военных. Еще несколько десятков, включая самого генерала, были убиты. Скорее я склоняюсь к очень такой прагматически военно-бизнесовой версии, которая объясняет действия генерала тем, что он должен был спасать свой оружейный бизнес, которым он занимался под покровительством своего бывшего шефа, бывшего министра обороны страны Ширали Харлаева. Этот бизнес состоял в том, что они поставляли оружие в Афганистан и вполне вероятно, что часть оплаты поступала за этот бизнес в виде, так сказать, изделий наркотического свойства. Сразу же после этого власть обвиняет мятежного генерала в попытке государственного переворота в сговоре с партией Исламского Возрождения. Суд страны принимает решение о закрытии партии и объявлении ее экстремистской. Мухедин Кабери называется главным спонсором мятежа и объявляется в международный розыск. По республике происходит арест членов высшего полицовета партии, а также около 200 сторонников оппозиции. Арахмон один в одиночку не решился бы осуществить все эти вещи. Он выполнял чей-то заказ. Заказ какого-то государства или группы государств, которые, видимо, потребовали от него добить исламский фактор, окончательно закатать его под асфальт в рамках республики, с тем, чтобы у них не было как-то головной боли, не было проблем, не было никаких опасений с этой стороны. Но единственное, что он не понимал, что ПИФТ, оно не являлось фактором вызова и дестабилизации. Точнее, может быть, он не то, что не понимал, он просто думал, что я галочку поставлю и отработаю заказ. Пока силовые органы расправляются с оппозицией, правительство и парламент объявляет Имамали Рахмона лидером таджикской нации, пешевым мелатом. Причем это не звание, а должность. Таким образом, Рахмон и после ухода с поста получает право влиять на политику. Ни одно решение в стране не будет приниматься без его одобрения. Его преемник на посту, кем бы он ни был, его сыном, например, Рустамом Имамали, которому в 25 лет дали звание генерала, другим ли родственникам или лояльным политикам не будут иметь самостоятельности. Депутаты парламента сравнивают Рахмона с Киром Великим и Исмаилом Самани. По стране проходят акции поддержки нового вождя. Таджикистан – одна из слабо развитых стран в мире. И диктаторские и авторитарные инструменты, они только усугубляют позиции, ее перспективы этой страны. К сожалению, сегодняшняя таджикская элита, которая находится у власти и во главе с Имамом Али Рахмоновым, больше заботится о личном кресле, хотя, может быть, и есть у них определенные заслуги, да, былые заслуги, так скажем. Под конец года источники сообщают, что первый замглавы Пифт Хусайни обвинен по 14 статьям Уголовного кодекса. Ему грозит высшее для Таджикистана мера наказания – около 30 лет тюрьмы. Зарафор Ахмани – женщина, советник Кабери, обвинена по двум статьям. Ранее источники сообщали, что назиратели в СИЗО ее изнасиловали, после чего она объявила голодовку. Вместе с этим в Тегеране проходит конференция «Исламское согласие», на которой становится ясно, что Иран не признает запрета Пифт и называние ее террористической. На конференции встречаются Кабери и президент Ирана Раухани. МИД Таджикистана спешит вынести ноту протеста иранской стороне. Нота МИД, последовавшая буквально через два дня после конференции, отлично демонстрирует, как именно власти относятся к оппозиционерам и своим гражданам. После резонансной смерти таджикистанского младенца Умара Леназара в Санкт-Петербурге общественность ждала больше недели реакции МИДа. Президент Рахмон, вернее, теперь, надо говорить, пешво мила, Рахмон так ни разу и не заговорил об этом деле. Словно ничего не произошло. Ребенок мигрантов Умара Леназара в пяти месяцев от рода был изъят российскими полицейскими из рук матери. Через несколько часов пребывания грудничка сначала в полиции, а после в больнице он умирает. Только большой резонанс заставил таджикистанских сановников обратить внимание на это дело. Суд не принимал решения о содержании их в субсидии, поэтому ребенок, конечно, должен был оставлен быть с ними. И даже если бы такое решение было принято, ребенок все равно должен был бы оставаться с ними. А ребенка оформили как ребенка, который был подкинут или найден беспризорным. Это при том, что ребенок был взят из рук матери уже в полиции, а и в отделение полиции, и там внутри в отделении мать держала его на руках, кормила грудью. Уголовное дело в отношении полицейских буксует. Мать ребенка депортирует из России. На родине гроб младенца никто не встречает. Таджикистанские власти так и не начали собственного расследования. Оставшихся же родственников у Морали Назарова выселяют из квартиры на улицу. Адвокатов обязывают ничего не говорить прессе о ходе расследования. Вся вина сваливается на родителей и самого ребенка. Якобы он был настолько болен, что все равно бы умер. Для больших СМИ никто об этом не будет рассказывать, разумеется. Как даже не приняты никакие непринятые меры парламент Петербурга отказался вызывать для объяснения начальника петербургской полиции. Вы знаете, трагедия может произойти везде, и человеческий фактор существует везде, и негодяй может найтись везде. Но, как давно замечено, общество характеризует, государство характеризует, систему характеризует реакция на ошибку, а не сама ошибка. Вот реакция на это едва ли не более показательна, чем сам случай.